Всем привет! Доброе утро! На улице потрясающая погода! Ой, горячий чай! Прям не смогла даже выпить. Итак, сегодня мы с вами кушаем лазанью. Рецепт я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Здесь болгарские у нас перчики. Огромная просто лошадиная доза. Естественно, такое калорийное блюдо в таком объеме я сесть не смогу. Но съем столько, сколько захочу. Лазанья горячая. Лазанья большая. Ммм, вкуснотища! Странно, не похоже на меня, но последние два дня я очень нервная. Не знаю, с чем это связано. Ну, как-то, знаете, меня все раздражает. Бывает у вас так или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, вчера я сидела и рисовала, рисовала. У меня, короче, один маркер протек. Ребят, я пыталась, как могу, за кадром разрезать лазанью. Получилось не очень аппетитно. Но да ладно, еще просто она горячая. Совсем забыла, о чем мы говорили. В общем, последние несколько дней я какая-то нервная. Вроде ничего такого не произошло. У меня все раздражает вокруг. Я рисовала бумажные сюрпризы. Я делала коллекцию патчи под глаза. У меня остался последний. Я его уже дорисовывала, и он получился очень круто. И тут, получается, я открываю один из маркеров. И я на свою голову открываю один из маркеров, который я недавно заправила спиртом. И он протекает. И протекает на мой рисунок, который уже закончен. Мне, получается, нужно переделать. Я так раздражена началась. Я взяла этот маркер и швырнула в стену. Потому что я в этом деле перфекционист. Я не люблю, когда что-то размыто, криво, косо. То есть для бумажного канала у меня нет такого, что и так пойдет. Хотя моя племяшка говорит, что все равно это не видно на видео. Забей. На видео даже не видно, насколько аккуратно все сделано в каталоге. Но все равно меня это жутко раздражает. Я как бы кинула этот маркер, психанула. И тут резко ко мне пришло осознание. Айка, что ты такая нервная? Просто не похожа на меня. Я очень терпеливый человек. Могу долго не высказывать свое мнение. Могу не нервничать там, где нервничают, например, все. Могу стоять целый час в очереди на кассу в супермаркете. И не предъявлять, почему здесь работает всего один кассир. Позовите второго. Почему я должна ждать? То есть у меня таких этих нету загонов. Я спокойно подожду. В этот раз мама приготовила лазанью с покупными вот этими листиками. Но у мамы рецепт есть. И там в этом рецепте мама сама их делает. Листики для лазанья. И когда мама сама их делает, получается намного вкуснее, чем покупные. Вот в этот раз покупные. Тоже ничего, конечно. Но посмотрите обязательно рецепт, как делается. У меня отец такой. То есть он вроде бы спокойный человек, никому ничего не предъявляет и так далее. Но раз в год, не знаю, раз в полгода он может так разнервничаться, устроить такой скандал. Однажды у нас был случай. Раньше не было кабельного телевидения. Была просто обычная антенна. Либо тарелки ставили, либо просто обычная антенна. И в общем, насколько хорошо каналы ловятся. Зависела от места расположения антенны. И папа поручил брату, говорит, ты сиди дома. Я сейчас буду двигать антенну. А ты говори, когда хорошо видно. В общем, брат дома. Папа на улице. У нас был забор. Он, короче, поставил лестницу. Встал на эту лестницу и начал двигать антенна. Он двигает, вот как сейчас помню. И говорит, ну как? И брат такой плохо. Потом двигается. Он такой, хорошо, нет, опять плохо. И в общем, они никак не могли поймать канал. Там какие-то важные новости были. Каждый раз папа двигает, говорит, ну как? Брат, говорит, плохо. Опять папа двигает. Брат говорит, ну сейчас нормально. Нет, опять плохо. Короче, так где-то раз 30. И в конце папа спускается с лестницы. Абсолютно спокойный. Берет эту антенну. И говорит, плохо. Берет антенна. У нас там был столб. И в общем, об этот столб со всей дури. Говорит, сейчас как? Ловит. Я просто так начинаю угорать, как не угорала в жизни никогда. Папа берет. Короче, вот так вот антенну об столб. Раз, удар. Потом поворачивается. А сейчас как? Ловит. Брат такой говорит, мне не ловит. И он такой, еще раз. Короче, нечто было. Нервные срывы бывают у всех. Вот у меня вчера тоже такой момент. Я рисую, рисую. Коллекция получается супер. И все, уже 3 часа ночи. Я заканчиваю. И думаю, блин, последний патч остался. Патчи последние. И вот последний штрих. Маркер протекает. И вот такое пятно. Я беру этот маркер. Об стену. Еще раз об стену. Когда моя мама видит мои такие сдвиги, она говорит, ты очень похожа на своего отца. Конечно, похоже. Мы же родственники. А вообще, меня всегда мотивировали люди супер, знаете, такие, сдержанные. Что бы ни произошло, они держат марку. Никогда не нервничают. У нас такая была учительница по биологии. Что хочешь, сделай. Она будет сдержана себя везде. Лазанья была очень-очень жирная. Поэтому я наелась. Доедать все не буду. Да и не смогу, если честно. В последнее время я вообще не заставляю себя есть, если я этого не хочу. Я считаю это правильно. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Сегодня, наверное, выложу еще и распаковку шейны, если успею. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.